Знаешь, я терпеть не могу, на дух не переношу наше местное правительство. Просто на дух не переношу, но если оно снижает зарплаты в сфере образования этим бюджетникам, если оно добивает, то есть уже добивает Академию наук, в этом вопросе я полностью поддерживаю наше правительство. Почему? Объясню. Почему? Эти бюджетники доказали и доказывают каждый день, что они половая тряпка. Более того, не просто половая тряпка, а грязная половая тряпка, которую можно, а значит стоит и нужно вытирать ноги. Они ходят на путинги и ходили на путинги. Они ходили на все митинги, демонстрации, все эти пошлые по спискам. Они устраивают выборы. Да? Посмотрите ролики, как это происходит. Да. Там сплошная уголовщина. Они врут, если берем, например, учителей истории и в низшей сфере, и высшей сфере образования, везде. Врут. Они не сообщают гражданам России, школьникам, студентам о том, как СССР вместе с гитлеровской Германией напал на Польшу в 1939 году. Они не сообщают, кто виноват в гибели русских людей в войне 1917-1912 года, а это русское правительство Александр I. Они врут. Они дезинформируют или не сообщают, не сообщают, это та же самая дезинформация. И даже согласились писать общественную новую версию истории. Общественную новую версию, да. Это проституция на букву «Б». У них уже за полгода появилась Новороссия и новая история Малороссии. Так историю не пишут. Это проституция на букву «Б». Поэтому их не только надо им сокращать, так сказать, финансирование и деньги на зарплату, их дальше надо унижать и третировать. Потому что они хотят, они кричат, мы еще хотим, чтобы нас унизили. Это интеллектуальная элита. Должна быть. Как только началась, так сказать, агрессивная политика в сторону Украины, они должны были, все бюджетники, вся сфера образования и науки, встать и сказать бойкот. Мы не потерпим этого. Никто, никто не сказал. Как только там заблудились наши отпускники, все, встали, никто не высказался. Все молчат. Гибнут русские люди, гибнут украинцы. Всем плевать. Да, они ходят дальше на бюджетные, так сказать, все эти мероприятия. Так что я полностью поддерживаю политику нашего правительства. Пусть они добьют и учителей, и Академию наук. Если Академия наук пустила, Академия наук пустила к себе Попов. МГУ пустила к себе Попов. Я помню, я был студентом. И стали делать кафедру какую-то религиозную. Я подошел к профессорам, говорю, что вы творите? Это ничего, распилят бюджет, кто-то отсидится кому надо. Вы не понимаете, вы пустили их сюда, завтра они придут к вам домой. Правильно, сейчас они уже общественные парки берут себя в собственность, требуют музеи, уже сбивают на иномарках людей безнаказанно и так далее. С этого все начиналось тогда. Кончится так. Учителя пустили к себе Попов в школу? Пустили, да. То есть, их унижают. Они на уроках биологии, физики, химии сообщают одно, а тут же рядом сообщают, что нет, это какие-то там фольклорные сказки, за 6 тысяч лет все создали и без всякой вашей биологии и физики. Их унижают, они терпят. Поэтому очень правильно, что им все...